сегодня я делаю кабачки на зиму я не помню как называется рецепт мне выдавала вот бабушка такая старая еще не знаю лет может 5 назад а может 7 или 10 незначим данным рецепт у меня даже ее этот не сохранился вот и еле-еле нашла кому-то я переписывала вот остался чем берем кабачки у меня тут два большущих но они мягкие то есть кожа еще такая мягкого ногтем легко протыкается это кабачки петрушка морковь чеснок это основные ингредиенты остальные там специи я покажу по мере работы на дно литровой банки мы кладем 2 столовых ложках сахара и одну чайную ложку соли по три столовых ложки 9 процентного уксуса по 2 столовые ложки еще нужно положить томатной посту мне вот такая паста мне она очень нравится это иранская паста может быть другой фирмы но иранская самыми кажется лучше а еще паста хорошая что-то такое называется ящик каких-то помидор или спелых или сладких что-то такое вот таком но не такая не железная стеклянная банк тоже хорошая я вот люблю такую чем по две ложки столовых надо на банку можно побольше так не обязательно там чтобы они были без горки я вот так накладываю потому что паста густая как я допустим положу без горки вообще вот по 2 столовых ложки у меня будет паста такая прям концентрированная хорошая паста сейчас что-то она дорогая эту месяц прошлого года осталось что-то я покупала и за 100 чем тут эту банку а теперь она больше 200 стоит такая тут 800 грамм ты посты так вот положим у нас уже тут сахар соль и уксус теперь пасту кладем последняя положили везде у нас томатная паста по 4 горошина черного перца углом 33 больших 1 какой это упал на сейчас положим перца теперь положим в каждую банку по одному лавровому больше не нужно будет очень тогда сильно насыщена поэтому по одному вполне достаточно теперь трем на терке морковь далее кладем по одной столовой ложке моркови в банку я уже везде от положила вот у меня здесь осталось я сейчас ее все разделю ну куда это ничего страшного не будет если чуть-чуть побольше будет морковь очень просто вот этот рецепт рассол просто обалденно все можно съесть и даже туманцев и чеснок потом сейчас еще будем мы с вами класть еще нужно положить банку по одной веточки петрушки это все мы кладем с вами на дно в одной веточке больше тоже не нужно петрушка хорошие свежие вообще морковь тоже все сейчас свежие все так вкусно пахнет еще когда все своего огорода это просто обалдеть вот везде положила по веточки петрушки сейчас чеснок почищу дальше кладем в каждую банку по 3-4 зубчика чеснока то все зависит от вашего чеснока если такой покрупнее значит по 3 есть мелкий по 4 всем сами смотрите может быть кто-то любит чтобы было много чеснока чем это все на ваше усмотрение здесь роль никакой не играет но обязательно что было ароматных вот положили чеснок все мы с вами теперь положили на одну осталось нам теперь порезать кабачки режем его вдоль желательно вот по высоте банки то есть вот такие можно так можно вообще вот так наложить как захотите я буду вот так вот ставить примерно сейчас отмерю сколько у меня будет и буду так вот ставить кабачки вот я порежу примерно вот такими вот брусочками отмерила высоту банки примерно и вот порезала вот для примера одну банку я уже наткал вот такая красота получается врезает могут меня пол кабачка вышло вот и вот только банка но я так напихала можно поменьше напихать как ну говоришь зачем тратить банку место пустое конечно надо полоплотнее пихо чтобы больше влезло что буду делать дальше серединку кубачков обязательно убираете то что то вы знаете такая как вата еще и семечками поэтому она нам не нужна вот такие вот у меня получаются половинки ты все уложила два кабачка вот больших мне практически истратила вот осталось только вот вообще выброситься вот осталось вот такие вот запчасти это я сейчас делаю себе овощную раку я очень люблю поэтому не безотходное производство так в общем вот оставают а три банки я сложилась сейчас берем воду кипятим и заливаем под крышки накрываем крышками и ставим стерилизоваться 20 минут примерно потом закатом и кутом и убираем на сутки в теплое место вот такие кабачки получились спустя 20 минут я конечно их потрясла у так переворачивала вот так вот трясла потому что там томатная паста как бы не растворилась она вот видите вот тоже она там так и остается надо чтобы они по всему распорядились такая вот красота получилась самое главное они очень вкусные очень вкусные так что пробуйте не пожалеете рекомендую это рецепт очень вкусных кабачков